Да. Он хотел вопрос вам задать. Пожалуйста. Подводи его. Семер, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против, я только за. Хорошо, за. Слушаю, пожалуйста. Только у вас голову не видно, до рта срезало. Подальше отстранитесь, чтобы лицо видно было. Вот так. Вопрос у меня такой. Как исполнить заповедь Бога в отношении родителей? Почитайте отца и мать. Ну, у нас отношения, мягко говоря, с своим отцом очень плохие. Идет с гневом. Пытается где-то оскорбить, унизить. Угроза, убийство даже было. Выкидывал Библию, молитвословы, все выкидывал. Профанную литературу. Ну, принуждал, чтобы я потянул и не ходил в храм. Два раза был облечен он, Библия. И отношения у нас, в принципе, и сейчас нету никаких. Он молчит. И я молчу. А с чем это связано? Что такое отношение? Потому что я его облечил. Сказал, какие грехи у него есть. Надо исправляться. Грех в него пошел из-за того, что у нас скончалась мама. Он нашел свою другую женщину. Женщину нашел. И начал в булду жить. Можно уже прелюбодеяние было. А он верующим себя считает или нет? Он говорит, я верующий по-своему. Ну как, он Библию читает, нет? Нет, ничего не читает. Ну, раз он не верующий, он не знает. У него и не надо его трогать. Для него нет закона. Он уже осудил сам себя. Вы зря его трогаете. Это очень слишком жалко. Его идет на погибель. Не надо, иначе он может что-нибудь сделать с вами. Попытки были сделать с меня. А сдать психиатрию. Руками психиатрию воспользоваться. Строгать с меня. А с чем это связано, что он так подумал о вас? Ну, он склонял, что я поддался в православие. И уже как бы не отвечаю за свои действия. Не живу по их мирским правилам. А вы где живете, там нельзя разойтись вам? У нас появилась сейчас квартира. У меня скончалась теща. И мы переехали с этого жилья в свою собственную квартиру. Так переехали с отцом или одни? Одни. Ну и все. Своей семьей. Ну и все. Больше не трогайте. Пусть он живет, как и желает. Все. И кончился вопрос этот. Только молиться надо за него, и все. А как получается почитать, если уже невозможно с ним даже разговаривать? От вас почтение. Это в чем выражалось раньше? Помощь. Ну и помогайте ему, живите отдельно. Вы только мешаетесь там. Возможно, мешаясь. И его, блудной жене, мешаясь. Ну все. Все вы помогаете, если у него. Он работает или пенсия? Что у него? У него пенсия и работа. Ну так все. От вас какая помощь ему была? Поход даче что-нибудь. Собрать ягоду, например. Ну сходите, соберите и все поделите. Опять уйдите. Не мельтешись у него перед глазами. Нет. То, что делите, он не делит. А забирает все прям себе. Ну как так? Вы пока берете, что за ягода у вас? Смородина черная, белая и крыжовник, и виноград. Ну и что? Сколько же вы набрали его? Крыжовника сколько набрали? 10 литров ведер, по-моему, штук 7. А почему он вам не дает? Вы же законно, говорит, трудящийся достоин пропитания. А он ненавидит меня. Ну вас ненавидит, но руки-то ваши делает добро. Как он не может ненавидеть? Вы связаны с крыжовником, со смородиной, белой, красной, зеленой там. Ну кипит его. То, что я в православии, кипит. Когда он находится рядом со мной, я показываю делом и делами. У него это просто взрывает. А вы одни живете или семейные? Я на семье. Семью. Трое детей и жена. Ну как так? А далеко друг от друга живете? Сейчас два километра у нас расстояние. Сколько? Два километра теперь у нас расстояние. Сколько раз ты не лезь, он в себя знает, что за ним ухаживать не надо. Он на ногах стоит. Значит, он сильный человек. Не надо, просто не лезьте. Помолитесь и все. Крыжовника никакого нету. Идет зима. Глядишь, маленько утихнет. Ну, то, что не утихает, это сто процентов. А когда у него в семье происходит разлад, он мне звонит в гневе, говорит, что я все виноват в его жизни. А у вас, скажите, какие они лады в семье? Ну, у нас все нормально. И вот просто в семье, когда блудная жена начинает капризничать, ну, как бы его загнало, под каблучником сделало. Ну, понимаете, вот он неверующий. Зачем вы к нему лезете? Я никак это понять не могу. Зачем он нужен вам? Нет, он сам лезет. Ну, как, вы в новой квартире, он к вам приходит туда? Ну, не приходит. Ну, а как он лезет-то? Вы работаете где-то, бываете. Где вы, Перекрестик, где у вас? Звонит, звонит, звонит. Ну, звонит, звонит. Скажи, не звоните больше, трубку не бери, и все кончилось. Еще вы, как маленькие дети, и разыгрались. Без конца звонят, настырно звонят. Ну, пусть звонят, телефон отключи. Без телефона посидишь пока. И, Игнатий Тихович, еще второй вопрос. В 2022 году на меня написала женщина заявление в полицию. Якобы я ее избил в подъезде своего дома. Тем пошел в следствие. Возбудили дело против меня по 116-й статье. Это, как у нее... Это нанесение побоев. Вот. Прошла судмедэкспертиза. Судмедэксперт написал заключение, что данные травмы носят двухнедельного характера до обращения в больницу, в стационарах. Я не понял, что она вас обвиняет, в чем? Якобы я ее избил. Ну, избил, так. Ну, а вы ее знаете хоть? Нет, я ее вообще не знаю. Я первый раз ее видел. Ну, а как вы ее избили? С чего ради бы вы ее били-то? Я вообще ее даже не бил. Ну, они-то говорят-то, которые обвиняют против вас. Они должны показать, почему, где, когда, кто свидетели. Ничего не показывать. Свидетели протащили за уши. За уши. Почные ставки со свидетелей отменяются, потому что он не может подтвердить свои слова. Ну, я-то не знаю. Как я знаю, что там какие-то требуются доказательства. А так, любого бери, он меня избил. Да, вот сейчас возбудили дело. Дело рассыпается, потому что недостаточно вот эти доказательные базы. А вы пьете, выпиваете алкоголь? Нет, я не пью и не курю. А зачем бреетесь? Нет, я не бреюсь уже. А где же бороды-то нету? Нет. Да нет ничего там, нету там. Все, голый подбородок. Бреется, знаете кто? Она у меня просто маленькая. Да, ну какая маленькая? Не трогайте, если маленькая, бритву выброси, и обман кончится. Нет, она просто, я не растет. Я не притрагиваюсь уже года два. Не знаю, как она не растет, когда щетина, видать? Нет. Ну на подбородке видно, что вы бритые. Нет, нет, не бритые. Не броюсь. Все есть маленькие, но вообще не броюсь. Да такая борода. Мне скрывать нечего. Ну ладно, ладно тогда. Так а моя помощь еще может быть? Смотрите, мне следователь хочет поместить в психиатрический стационар для проведения судмедэкспертизы. Но вы когда-то стояли на учете? Ни разу не стоял на учете. Но в чем ваше, как говорят, адекватное поведение? В чем выражается? Он просто руками в психиатрии хочет меня просто убрать. Потому что дело рассыпается, а если дело рассыпается, то следователя могут уволить с работы. Ну не знаю, это издалека. Как решать-то? Женщина там это... Не дай Бог, конечно. Помоги Господь, чтобы ничего этого не было. Но вы себя чувствуете, вы невиновны, да? Я вообще невиновен. Ну и молитесь тогда. Это ваша награда. Да, я молюсь. Ну все. Игнатий Тихович, получается, отца только молиться, да? Ну да. А что ты сделаешь? Другого выхода-то нет никакого. А какое? Кому-то надо денег дать, чтобы они взяли обратное заявление? Не знаю. Она может затребовать квартиру, и что вы квартиру отдадите? Ничего я не отдам, потому что мне ничего не принадлежит. У меня знакомый был, но он не отрицал, что действительно в самом деле было, что снасильничал. Но она говорила, квартиру отдавня, отдал, он сидел и вернулся. Ну у меня такого нету. Ну все тогда. Игнатий Тихович, а можно помолиться за меня? А как вас звать? Денис. Денис. А вы в церковь-то ходите? Обязательно. В православную? В православную. А дома Библии и Евангелие считаете? Обязательно. Ну давайте помолимся. Становись, когда я скажу аминь, если вы согласны, скажите аминь. Господи милостивый, слава Тебе за все Твои щедроты и долготерпения. Косись сердца Дениса, помоги ему сердце свое все посвятить Тебе на служение. И лживое объявление отклони от него, чтобы он всем сердцем возлюбил Тебя, Христе Божий наш. Тебе Божья слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Если согласны, аминь. Говорите аминь. Аминь. Вот значит, мы вдвоем согласились, помолились. Так. Тут мне звонят уже. Все, я отхожу. С Богом. Меня звонят. Продолжение следует...